Леди и джентльмены, я чрезвычайно рад приветствовать вас в нашем первоклассном отеле. Открытие кассы Дель Соль – начало новой эпохи для всей Кубы. Туристы из Канады и Европы вновь устремятся к нашим берегам. Здесь вы найдете прекрасную кухню и ни с чем не сравнимые удобства. Наши номера – самые лучшие в стране. Мясо из Аргентины, морепродукты из местных вод, лучшие в Карибском бассейне и прекрасный досуг. Представления дельфинов, способные увлечь как детей, так и стариков. Синьор Эрнандес, у вас безупречный английский. Американские сериалы творят чудеса. Надеюсь, у вас хорошие новости, Тайрол? У меня есть кое-что на примете. Я ждал два месяца. Я построил бассейн. Нанял тренера. А ты говоришь, у тебя есть что-то на примете. Дрессированного дельфина достать непросто. Без специального разрешения это невозможно. Не говори, невозможно. Я ведь предложил тебе 30 тысяч. Да, я все устрою. Сюда начнут стекаться люди со всего света. Их надо заинтересовать. Мне нужны их марки и яны. Я не могу сотворить дрессированного дельфина из воздуха. Власти четко следят за этим. А президенту на них наплевать. И что же президент может с этим сделать? Его интересуют наши планы. Он прибудет на следующей неделе. Я не могу показать ему пустой бассейн. Я посетил каждый океанариум в северном полушарии. Одна неделя, Тайрол. Так и будешь стоять нелепо, извиняясь. Или... Да будешь дельфина. Флиппер. В ролях Брайан Уиммер. Колин Флинн. Бейтон Хасс. Джессика Мэри Альба. По мотивам телесериала Рика Браунинга и Джека Каудена. Молодец, Флиппер! Здорово! Здорово! Спасибо. Кто следующий? Я! 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 Давай ты! Как ты его этому научила? Мы ничему не учили, Флиппера. Это для него забава. Тогда за что вам платить? Мы тоже хотим кушать, как и все остальные. Молодец, Флиппер! Ну, кто хочет? Я! Я! Ну, дайте мне! Двадцать восемь, двадцать девять. Эм, Джесси должна два бакса. Так. Ну вот, я и дома. Как прошла встреча? Скучно. И униформа надоела. Видела бы ты меня. Я был как Дэн Марино. Дети с ума сходили, кричали как бешеные. Мне говорил об этом Чарли из береговой охраны. Он видел вас со своей лодки. Я его успокоила, сказала, что вы решили подзаработать. Нам нужны деньги, чтобы устроить концерт. Мам, ничего не случится, если Флиппер покажет класс. Вы кормили дикого дельфина. Пару раз, не больше. Вы подаете пример другим. Если так и дальше пойдет, Флиппер скоро забудет, что значит самостоятельно добывать себе пищу. Ясно, мама. Обещай, что это не повторится. О, конечно. Спасибо, сын. Эти создания обладают уникальными средствами восприятия окружающей среды. Зрение играет важную роль. Однако в воде мутное изображение плохая видимость. Так что животным приходится выкручиваться. Акулы, например, их боковые линии фокусируют электрические импульсы ската. Они также полагаются на свое обаяние. И, конечно, мой любимец, дельфин. У него своя особая система. И вот вопрос вам. Как называется такая система? Эхолокация. А как она работает? С лазерной точностью, если не точнее. Дельфины посылают сообщения на таких частотах, которые нам и не снились. Отраженное эхо возвращается к ним, говоря о том, что происходит вокруг. Он прекрасно информирован. Это Тайрел Парсонс. Мой старый приятель. Что ж, хватит на сегодня. Все свободны. Не забудьте доклад по фитопланктону во вторник. Вторник, да? Как жизнь? Нормально? Класс! Последний раз, когда я тебя видел, твоя голова была в аквариуме. В квартире отца Нэнсимайт из выпускного класса. Ты поймал зубами бойцовую рыбку. Закрыл глаза. Ты все обо мне знаешь. Я доложу тебе снаряжение. Съездим на рыбалку? Времени нет. Бизнес-дело такое. Сколько у тебя магазинов? Я их продал. Больше не занимаюсь тропическими рыбами. Снашь, покупаешься в деньгах, а? Где твой новенький парше? Хвастаться нечем. Я пришел, чтобы предложить помощь. Тебе сейчас трудно. Правительство урезало субсидии на образование. Исследования сокращаются. В общем, черная полоса. О, не надо. Не пугай меня. Неужели ты подался в мецената, а? Да. Назови сумму. А вдруг я попрошу много? Десять тысяч долларов. Уже неплохо. Вот что. Продай мне дрессированного дельфина. Он будет жить в настоящем раю. Морской бассейн, система очищения, личный ветеринар. Еды полно. Нет, я не торгую дельфинами. Тебе лучше обратиться в океанарио. Пробовал. Много бумажной возни. Ты должен их убедить в законности своего дела. Я уважаю закон. Просто времени мало. Да ладно тебе. Давай договоримся. Нет. Нет, я не могу тебе помочь. Слушай, Кит, когда тебе нужно, ты нарушишь любые правила. Назови сумму, и мы оба останемся довольны. Не знаю, что ты задумал, но если ты нарушишь закон, я засажу тебя за решетку, несмотря на студенческое братство. Запомни это. Я хочу. Спасибо. Я хочу. Я хочу. Я тоже. Спасибо. Возьмите у меня. Скидки за второй раз нет? Прости. Нужны добровольцы. Дайте что-нибудь, чтобы флиппер нашел. Здорово. Часы. Красивый браслет, миссис Борфорд. Дадите? Прости, Майк. Это подарок мужа. Что вы, флиппер его не съест. Ну давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Ну решайте. Лучше не надо. Прошу вас. Не бойтесь. Ладно. Спасибо. Итак, все видят браслет. Если испортишь, то на экзамене мне конец. Лучше не надо. Майк, это не смешно. Ладно, давай. Лучше не надо. 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 Мне нужен мой браслет. Нужен, вам ясно? Заводи мотор! Вот так. Давай, загружай. Майк, посмотри туда. Это клипа. Они украли его. Нет! Уходим быстрее! Нет, стойте! Флиппер! Стойте, стойте! Флиппер! 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 И с тех пор вы не общались? Кит. Я знаю это, Токианариум. Да, да. Что это? Дети сделали снимок. Кристин, ты мне очень помогла. Ага, рад был поболтать. Увидимся на следующем собрании. Каса дель Соль. Дом Соли. А, дом солнца. Не важно. Да уж. Тебе это о чем-то говорит? Спроси лучше Конча. Конча? Джимми Кончало. Мой сокурсник и близкий друг Тайрала. У него пристань в Майами. Надо его проведать. Что это он делает? Вышиваешь? Рикс. Учишься шить? Иди отсюда. Нам не нужны проблемы. Не заставляй меня повторять. Подожди-ка, как вы интересно шьете? Это вышивка крестом? Что? Здорово. У меня никогда не хватало терпения. Сложная работа. Кто вас научил? Я состою в клубе вместе с мамой. Это не совсем крест. Я использую технику горизонтального шитья, потому что... Что? Что тут смешного? Да нет. Я так... Так просто... Давайте к делу. Мы ищем Тайлера Парсенса. Ты его видел? Может, видел, а может и нет. Какая разница? Тайрелл похитил нашего друга. Друга? Это животное. Это дельфин. Так и быть, скажу. О Майами забудьте. Тайрелла здесь нет. Джимми, Джимми, почему бы тебе не рассказать нам о том, что ты знаешь? Брось. Это тебе одни беды, Рикс. С какой стати я буду тебе рассказывать? Расскажите мне. Флиппер – мой самый лучший друг, поверьте. Это я виноват, что его украли. Флиппер? Надо же, какое нелепое имя. Не знаю, Джимми. Может быть, ты и прав. Так ты поможешь? Прошу. Я не знаю, где он. Но он недавно вернулся с Кубы. Надеюсь, вы шутите? На днях видел его в Блубор. Он сидел и посасывал гаванские сигары, как леденцы. Ты знаешь, что такое Касса Дель Соль? Нет, а где это? Ладно, удачи вам. Спасибо. Спасибо, Джимми. Мы не можем допустить, чтобы он увез Флиппера на Кубу. Но Тайрол может бывать на Кубе, когда пожелает. А гражданам США туда нельзя. Флиппер теперь может быть где угодно, милый. Ясно. Касса Дель Соль. Давайте опускаем. Раз, два, три. Касса Дель Соль. Я думала, ты привез дрессированного дельфина. Он дрессированный. Я видел, как он прыгал перед детьми. Дельфины не одиночки. Взгляни на него. Ему нужен товарищ. Ты не представляешь, чего мне стоило добыть даже одного. Научи его прыгать и вернешься домой. Дельфины. Дельфины. Да. Домой. Красота. Вода отличная. Никому. Раньше люди добирались на плотах. Да. И на лодках. На катере можно доплыть быстро. Полдня. Может, меньше. У меня есть там друг. Хороший друг. Я рассказывал о Гарсии? Нет. Гарсия нам поможет? Возможно. Послушай, у меня есть 115 долларов. Гарсия денег не возьмет. Как и я. Кит, я не прошу тебя ехать. А я не прошу просить. Но я... Я знаю. Если захочу, поеду. И никто не остановит. Я верну флипера, Майк. Обещаю. Веришь? Ну, как дела? Не волнуйтесь, все получится. Конечно. Он научится. Посмотрите. Вот. А потом устраивайте шоу. Не понял. Ну, понимаете, он должен чувствовать себя в безопасности. Ага, ясно. Это рыба, а не человек. Я не обязан считаться с чувствами рыбы. Животные, даже слоны, плохо себя чувствуют при резкой смене обстановки. Да? Надо же. Сколько у вас талантов. Вы охотник за дельфинами и еще их психотерапевт. Я знаю, о чем говорю. Это... или умрет. Я должен был бы поехать с ним. Когда он отправляется? Скоро. Очень скоро. А эта штука нам может пригодиться. Кит. Я хочу с тобой. Мы хотим. Почему ты вечно обо мне забываешь? Нет. Это глупо. Мы тебе поможем. Ты считаешь меня глупым? Она имела в виду то, что это несправедливо. Слушай, Кит, это моя вина, что флиппера украли. Наша вина. А если мама разрешит? Не разрешит. Мам. Майка – это Куба, а не Диснейленд или Багамы. Куба. Я навела справки о Кассе Доль. Это новый отель в 60 километрах от Гаваны. Полезная информация. Флиппер в отеле? Ты что, хочешь плыть один? Я хотел плыть с ним. Мы оба. Я буду не один. Гарсия меня встретит в нейтральных водах. А как же катер? Не знаю. Поставлю на якорь, а потом попадешь под трибунал. Тогда возьми меня. Нет. Нас? Нет. Я останусь в лодке в нейтральных водах. Если что-то случится, сообщишь по радио. Я хочу вернуть флиппера, и твое «нет» мне не указ. В отличие от вас. Ладно. А вы, ребята, помогите погрузить вещи в лодку? Не смотри на меня. Это не моя вина. И не моя, да? Я бы сказала, что Эдуон попросту игнорирует. Ну так придумай что-нибудь. Что за глупость? Покорми его. Кому нужен дохлый дельфин? Вперед. Корми. Покорми! Иди сюда. По идее, глупая рыба. Покорми! Ух! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Прелестно. Попроси повторить. Мы не ошиблись? Нет, это то место. Откуда ты знаешь? Ты записал координаты? Я не пользуюсь координатами. И чем тогда? Телепатия или узнаешь по белой кепке? Можно без... Ты не говорил, что у Гарсии пушка 75-го калибра и полный борт военных? Что? Это патрульный катер. И ничего не сделают мы в нейтральных водах. Боюсь, что нас снесло. Нужно отплыть. Сделаем вид, что их не увидели. Ладно, попробуем. Ладно, 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 ладно. Так. Я разберусь с этим. Вы находитесь на территории Кубы, в ее водах. Мы должны обыскать Куб. Ладно, нет проблем. Торгуете на Кубе? Нет, нет. Нет, нет. Ты сказал, и мы изучаем булки. Лос Дельфинас, синьора. Дельфинас, да. Она хорошенькая. Послушайте, э-э-эй, нам не нужны неприятности, так? Мы просто... Возьмите компьютер, как дружеский подарок от нашей страны. В нем есть жесткий диск? Да. А звуковая карта? Да. А какая у него графика? Так берете или нет? Если попадетесь нам еще раз, то одним компьютером не отделаетесь. Си-си. Удачи. Бамас! Я отвезу тебя. Нет. Мы плыли за фликером. Так вперед. Так был бы немного благодарности ко мне. Нет. Мы плыли за фликером. Стой, стой, не надо! Ты только посмотри на меня! Кошмар! Ох, боже! Я и этого ожидал. Мне нехорошо. Будет еще хуже. Да уж. Привет, мы на месте? Да? Разве я не сказала нет? Мы оба сказали. Вам что, непонятно, что значит нельзя? Иногда нет означает, наверное, нет. В отношении Кубы звучало категорическое нет и еще раз нет. Я должен был ехать. Мы должны. У тебя будут проблемы. Моя сестра поймет. Она все понимает. Прячьтесь. Мы с детьми на Банановой Пуце, на Кубе и разыскиваем дельфина. Обычно мой день проходит иначе. Так и будем здесь стоять? Предлагаю идти. Ладно. Кит, куда мы идем? Навестим Гарсию. Я был здесь много раз. Вам кого? Буско Агарсия. А, Гарсию. Гарсия где-то там. Грасис. Да ладно. Дон дэста, Гарсия. Кит. Почему ты здесь? Ты должна была меня встретить. Завтра. Не завтра, а сегодня. Ты уже здесь. Зачем спорить? Кто она? Ну, я... О, я? Никто. Должна была ждать в лодке. Это мой сын Майя и его подруга Майя. Привет. Очень приятно. Кит не говорил, что Гарсия женщина. А, при том красивая. Идем. Дети уснули. Так лучше. Спасибо. Кофе. Что это за касса Дальсоль? Золотое дно. Можно попасть с моря? Да, но много охраны. А нам обязательно похищать флейпера? Может поговорить с Эрнандесом, объяснить, что случилось. Он ведь разумный человек. Сеньора Эрнандеса можно назвать каким угодно, только неразумным. Отвези нас. Завтра. Сидите здесь. В отеле работает мой кузен. Он поможет. Она не моя девушка. Я не говорю, что она твоя единственная девушка. Всего лишь одна из многих. Я просто наблюдательная, и все. Наблюдательность это хорошо, но она мой друг. Всего лишь друг, ясно? Ладно, как скажешь. Но друзья так не целуются. Да, я пытался уговорить, маялась. Видишь? Марка! И дед, наконец-то. Ну как? Мой кузен записал вас в канадскую группу агентов по туризму. Вот пропуска. Хабана Бланка – это не сигары. Это стиль жизни. Ведущий к смерти. Отравляют легкие, разрушают зубы и ужасно пахнут. Ай, мучик, это падри инсеньяр. Идем. Что она ему сказала? Да, а что она сказала? Инсеньяр означает спать. Инсеньяр означает учить. Это же еще хуже. Ладно, не забудьте, мы из Канады. Откуда именно? Из Монреаля. Нет, мне больше нравится Торонто. Ладно, пусть Торонто. Проход запрещен. Дружище, Флиппер. Рад тебя видеть. Мы тебя заберем. Все будет хорошо. Я раздобуду пару отличных бенгальских тигров. Они будут бродить по территории уже в субботу. Нет. Тигры, это очень выгодно. Не нужно тренировать. От них требуется только скалиться. И рычать на детей. Эй, что ты здесь делаешь? Извините, я хотел... Нет, нет, ничего. Похоже, ты ему нравишься. Я часто плаваю там, где много дельфинов. Может, он почуял. У дельфинов нет обоняния. Значит, он просто классный парень. Как его имя? Марко Поло. Вот ты где. Сынок. Он у меня такой любопытный. Надеюсь, не помешал вам? Нет, напротив. Марко так оживился. Это ведь дельфин, да? Да-да. Идем, а то мама будет беспокоиться. Да. Пока. Молодец, Марко. Ты что, не видел камеру слежения? А как же флиппер? Положить на плечо и сбежать? Нет. Посаппорты. Мы, мы... Канадские туристы. Мы хотели пройти в дирекцию. Посаппорты. А, да. Знаете, оставил в других брюках. А, да. Нет, нет, все в порядке. Давай. Еще один герой. Рад, что вы к нам зашли. Трудно отказать, когда на тебя нацелен пистолет. Где Кит? Он гостит в полицейском участке. Не волнуйтесь, с ним хорошо обращаются. Как я понял, вы офицер американских ВМС. Это так. У вас есть специальное разрешение на посещение Кубы? Нет. Надеюсь, ваше начальство не узнает. Ты украл у нас флиппера. А мы зовем его Марка, чтобы туристам было легче произносить. Вы отвратительны. Вы хоть понимаете, что сделали? Мы никому не желали зла. А вот я вам желаю. Я бы сам вырвал у вас сердце и скормил соседской собаки. Ваш сын всегда такой? Только в экстренных случаях. Вам нравится, когда вас ненавидят? Когда вас ненавидят дети. Ответьте, Тайрил. Что вы от нас хотите? Верните флиппера во Флориду. Ох, нет-нет. Это невозможно. А вот его благополучие, то, как скоро покинет тюрьму ваш друг, зависит от вас. Вы о чем? Уговорите Дельфина сотрудничать с нами. Нет. Нас он не жалует. Я не буду. Но сам президент Кубы посетит этот отель. Я не буду вам помогать. Поверь, все будет хорошо. Я не могу, не могу заставить его. Заткнись. Хватит. Не смейте так говорить с моим сыном. Думаю, нам здесь нечего делать. Идем. Вы не слышали предложения. Я все слышала. Я подумаю. С детьми ты ладишь не лучше, чем с дельфинами. Что мне с тобой делать? Эй. Фернандес не велел тебя кормить. Хочет, чтобы ты умер от голода. Славный мальчик. Хочешь рыбку? Давай. Молодец. Кольцо? Ты ведь принесешь его? Бросаю. Давай, принеси его. Да, Дэнни. 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 Эй, сеньор, пожалуйста, сентасо, сядьте. А то мой друг очень, как это, нервьёсо. Си, нервьёсо. Да, я сам нервничаю. А вы почему здесь? Потому что кое-кто сделал моего друга нервьёсо. Си, ну и нервьёсо. Вот он. Грассиус, вот она, Куба. Где они? Ну, как дела? Где Пэм и дети? Вы прибыли чуть раньше, чем отель открылся. Где они? Там, в отеле. Вытащи меня отсюда. Это не так-то просто. Тебя арестовали кубинцы. А я бы поселил тебя в лучшем номере. Слушай, ты выбрал не того, Дельфина. Нет, нет, именно того. Ты не оставил мне выбора. Прости, что так вышло. Желаю приятно провести время. Похоже, ты здесь очень надолго. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова